В телеграм-канале администрации промышленного района сообщают, что сегодня провели очередной штаб, на котором обсудили организацию месячника по благоустройству. Проверили готовность управляющих компаний, предприятий и организаций к уборке города. Ранняя весна позволила коммунальным службам района уже приступить к работам. В промышленном районе Самары сейчас активно ведутся работы по очистке территории от зимних накоплений. Сотрудники управляющих компаний и подрядной организацией наводят чистоту на газонах, проездах и тротуарах. Администрация Самарского района рассказывает в телеграм-канале о том, что сегодня в школе 63 прошло торжественное мероприятие, посвященное памяти героя Олега Георгиевича Шпака, погибшего 28 лет назад во время боевых действий в Чечне. В феврале отряду юнормии было присвоено его имя. Заместитель председателя Союза десантников Сергей Пархоменко передал в школьный музей берет и тельняшку Олега Шпака, а также флаг ВДВ, который теперь юнормейцы будут носить на всех патриотических мероприятиях. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки напоминает, что весной повышается вероятность падения детей из окон домов. Взрослые проветривают комнаты и оставляют рамы, в которых вставлены москитные сетки открытыми. Оставшись в комнате без присмотра, дети облокачиваются на москитные сетки и выпадают в окно, получая травмы различной степени тяжести. Ежегодно около тысячи малышей по всей стране выпадают из окон квартир. Более ста из них погибают. Не стоит оставлять ребенка без присмотра, особенно в комнате с открытым окном.